а это наша юлиана и это видео часть 2 в этом видео мы поговорим о ложных щенностях у девочек собак после течек что это такое как с этим живут патология это или нормально болезни это или обычное физиологическое состояние мы об этом с вами поговорим и вот на примере я вам покажу нашу юлиану у которой течка была полтора месяца назад и почему объясню почему я вот так ее положила я вам показываю ну давайте посмотрим на ее животик таким образом я проверяю своих собачек каждый день я беру каждую девочку даже мальчика и вот так заглядываю на их животик для чего я это делаю но для тех у кого там не было течек да например я смотрю там может быть уже начинает начинаться у кого она была тоже смотрю на состояние животика так так и ничка нельзя обижать а также я смотрю чтобы не было какой-то сыпи царапин и тому подобное то есть я смотрю на состояние как чувствует мои мои собачки себя я каждый раз вот так нет ли каких-то выделений все придумают почему я именно юлю посмотрела зачем я вам показала юлю вот мы в этом видео поговорим с вами о ложных щенностях как узнать когда это ложная щенность наступает что это такое почему потому что очень много в интернете написано всего всякой каши-малаши о том что это болезнь о том что нужно срочно стерилизовать всех вокруг девочек потому что они все умрут у них будет рак и т.д. и т.п. так вот что такое ложная щенность и когда она наступает давайте вот прям по графику чтобы вы понимали прошла у вашей собаки течка прошлом видео мы говорили что течка длится примерно три недели в прошлом видео мы говорили что опасные дни или плодотворные дни у собаки примерно с 10 по 14-15 день все индивидуально ну вот это середина течки если ваша собака вязалась то есть вы ждете от нее потомство ты как бы конечно себе отмечаете и ждете то есть когда я была эта вязка и не ждете от этих чисел отсчитываете 60 63 дня беременность собаки 2 2 месяца и вы не ждете родов это будет отдельное видео о родах это совсем все как бы по-другому но все очень как бы рядом так вот если ваши собаки не было вязки но не было течка то примерно вот этой серединке течки мы отсчитываем два месяца 60 дней 61 63 среднем потому что день-два но мы высчитать туда-сюда не можем но это не настолько важно важно здесь будет другое ваша внимательность вот допустим июля у него течка началась 1 сентября и вот прям вот буквально вам буду рассказывать чтобы было понятно то ее опасные примерно начались 11 сентября до пусть они подлились по 16 сентября мы возьмем грубо 11 12 сентября прибавляем два месяца октябрь-ноябрь 11 12 там 13 пусть по 15 ноября если бы у нее была вязка у нее бы наступили роды до роды вернее беременность может собака носить 61 тире 70 дней но мы примерно отталкиваемся от обычный обычных цифр средних это 63 дня так вот середина ноября что я как владелец на что я должна обратить внимание у меня собака напомню не вязалась мы не вязали ее на рожать не будет у него была первая течка поздняя первая течка ближе к этому к этим числом я и так каждый день заглядываю осматриваю своих собак для меня это обязательно я это делаю уже как бы не замечая этого у меня такая привычка вот чтобы быть спокойно что мы собаки покушали и они чистенькие не поцарапаны никто там их не 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 обсыпала ни от чего то есть это об этом уже говорили и ближе к этому времени я внимательнее осматривать буду юлю смотреть на ее выделение смотреть на ее соски на ее изменения да хотя они в один день никак не произойдут но будет такой момент они прибухают до грудные железы и вот если бы в этот день она как бы родила может появиться молозива то есть я нажимаю на сосочек и у меня есть видео мы так заглядывали с вами я вам показывала про анфису да у нее была ложная щенность и если мы видим выделение молозива это и есть ложная щенность боятся не боятся что с этим делать потому что вот я очень часто слышу моей собаки после была ложная щенность у нее был мастит ребята чтобы был мастит это нужно вот на свою собаку просто вообще не обращать никакого внимания то есть допустить для того до тех того момента чтобы там соски набухли стали там малинового цвета я не знаю сколько нужно не смотреть и не трогать и не брать в руки свою собаку поэтому вы учитываете это смотрите на нее как якобы если бы она рожала если вы видите молозива вы его не там не отсаживать ничего вы просто понимаете что вашей собаке ложная щенность в этот момент собака может стать правда да беспокойная собака может стать реагировать на писк то есть на пищащие игрушки она вам вы если внимательно будете смотреть на свою собаку да это вот если не честно говоря нечего делать есть собака в стае если собака постоянно чем-то занята она гуляет ложная щенность принципе не наступает либо если даже и бывает выделение молозива это не это проходит без ну как бы вообще без каких-то изменений в поведении но если вы видите что ваша собака кучкуется если она роет какую-то норку как будто бы у нас был случай как у одной женщины собака просто лежала на пуфике на ее свитере никого к нему не подпускалась они не могли понять что с ней происходит почему она никого не пускает к свитеру я четко объяснила что это собака думает что это ее гнездо что этот свитер мягкие к ее дети она с ними лежит и его охраняет и вроде бы как хочет кормить поэтому собаку отвлекаем забираем у нее все вот эти пищащие игрушки мягкие свитера ее гнезда все это мы разбираем отвлекаем собаку часто это собаки так себя ведут перекормленные то есть у той собаки у которой который толстая да у которой ложная щенность мы убавляем еду в 50 процентов вот в 50 прям просто половину даете меньше чем вы кормили массажируете грудку массажируйте чтобы не было у нее застоя да нет они не должны быть ни с какими уплотнениями если вы чувствуете что начинает уплотняться чуть-чуть пару капелек сцеживается кто-то пользует кто-то пользуется камфорным маслом тоже как вариант можно намазать одеть чтобы собака не слизывала но это такой неприятный запах но и опять же это в крайнем случае так дней 5 ваши собаки все это перегорает ваша собака меньше кушает ваша собака больше гуляют у собаки забрали все ее вот эти игрушки гнезда чтобы она не думала не как бы не фантазировала себе что у нее щенки все проходит бесплет бесследно без каких-либо препаратов не очень часто спрашивают что нужно дать собаки чтобы не не было ложной силы с ней ничего не нужно дать нужно дать свое внимание свой осмотр каждый ежедневный можно и два раза в день заглянуть и посмотреть на состояние грудочки собаки до ее сисечек промассажировать их посмотреть чтобы не было никаких уплотнений потому что только сначала начинают выделение молозива потом начинается уплотнение а потом только эти уплотнения в такие превращаются как прямо как ну твердости уже и только потом может начаться покраснение только потом может начаться мастита вот так вот завтра раз вы проснулись ваши собаки мастит это просто говорит о вашей невнимательности вашем незнании минимальной физиологии собаки любой собаки независимо от породы поэтому ваше внимание его с вашей собакой все будет порядке больше интенсивных нагрузок загружаем собачки голову да не не просто сидим и гладим ее весь вечер а играем с ней гуляем с неплохая погода играем дома дрессируем все это собаку будет отвлекать и никогда будет думать о том что она якобы родила для чего в природе создана почему это не болезнь почему это абсолютно нормально и это происходит в принципе со всеми собаками на земле так уж создала природа что мы возвращаемся к стае волков что в стае волков рожает и вообще в разве разводятся да там владятся только альфа пары то есть это альфа самец и альфа самка еще там может быть 1 2 3 самки все остальные никогда за всю свою жизнь и не мужского пола не женского они в разведении в не участвуют ну так скажем нашим кинологическим языком а для чего же они тогда совсем вообще нужны так вот эти течки ложные ложные щенности задуманы природы что если вдруг мама и вам русским языком обычным объясняю что было понятно мама которая родила там волчат щенят пошла охотиться погибла заболела поранилась и не может больше выкармливать своих щенков своих волчат своих там лисят этим начинают заниматься те самки у которых есть молоко и они выкармливают так же как их мама и почему они еще примут у них раз и появилось молоко потому что в стае в принципе течки происходят одновременно там с разницей может несколько дней может неделю и природой так задумано что в стае во время родов если есть еще самки у них как раз но они пустые да и но у них будет ложная щенность и своим молоком они выкормят это потомство которое не смогла выкормить родившая мама все понятно по моему объяснила и я вам даже больше скажу что в нашем питомнике был такой случай наша царица наша наша вот эта царица наша вот это вот малепусенькая собачка при своей ложной щенности выкормила там мама которая родила 6 щенков ей было очень плохо не был отек легких ей ставили пневмонию и ей было ужасно плохо она не могла даже головы поднять как говорится всех этих 6 щенков на второй день привезли к нам они родились даже не в нашем питомнике царица их кормила царица ко мне царица и звезда моя комедий царица кормила иди сюда скорее скорее я сниму кормила их два дня потом постепенно по одному мы их стали возвращать двух чем четверых мы вернули но это были дети от нашего елисея а двоих выкормила до самого конца она простите за ними убирала и попу подлизывала им до трех месяцев это двух щенков которых она выкормила полностью как своих но и как бы она их приняла вот так задумано природой для чего происходят ложные щенности ложные беременности ложные щенности в природе как говорится беременность это не болезнь точно также ложная щенность это не болезнь и чтобы не было у вас проблем минимальную физиологию откройте интернет прочитайте что когда происходит обычный ветеринарный паспорт отмечаете когда что с вашей собакой произошло либо записывайте себе блокнотик да вы же записываете когда вы глистуете прививаете здесь для эти самочки для девочки это тоже обязательная процедура ваша обязательная процедура чтобы вы отмечали да потому что все очень быстренько можно забыть какой месяц было и когда и тому подобное почаще не просто любите свою собаку а почаще прощупываете трогаете глади по во время того как вы с ней там ласкаетесь и любите ее вы за одновременно просматриваете состояние собаки точно также вы можете увидеть любые отклонения по здоровью тоже аллергия какая-то сыпь если вы каждый день будете ту собаку которую вы держите у себя которую вы любите за которую вы беспокоитесь вы это никак не пропустите вы это обязательно увидите любые минимальные изменения они видны сразу ну а мастит это запущенное состояние запущенная собака и как бы это кому-то не обидно было слышать это просто не внимание любовь любовью но нужно как-то с головой до относиться к своим животным не забывать что эта собака что у нее свое свое развитие свои физиологические особенности и каждую каждый месяц у них течка не идет она идет в среднем раз в полгода бывает и гораздо реже поэтому следите за своими девочками за своими собачками мы пожелаем им крепкого здоровья я думаю что если владелец будет уделять достаточно внимания в эти сложные моменты наверное для человека больше чем для собаки все будет замечательно желаем вам всем здоровья до новых видео до новых встреч с уважением екатерина